Еще до того, как вы посмотрите этот ролик, пожалуйста, ответьте на вопрос. Предварительно представив, что сейчас не 2022 год и все происходит не в России. Что, как вам кажется, могла совершить обычная российская пятиклассница, раз ее мать признали виновной в неисполнении родительских обязанностей? И мыслите глобально. Привет, просветители! Этот год заставил многих из нас изменить свои взгляды на жизнь. То, что казалось обычным, теперь недоступно, а что-то максимально фантастическое, увы, стало реальностью. Штраф за белый лист? Если говорить о моем канале, то сразу же несколько роликов на нем сейчас смотрятся максимально странно. Жизнь слегка поменялась. Чуть-чуть. И поэтому, прежде чем мы перейдем к сегодняшней героине, давайте пробежимся по архивам этого канала. Уверяю вас, потом вы поймете, зачем мы это сделали. В марте 2021 года я осветил ситуацию в Татарстане. Когда жители двух поселков настолько отчаялись достучаться до администрации республики, что детям пришлось буквально своими телами составить слово «школа на снегу». Родители утверждали, что школьникам приходится вставать в 5 утра, чтобы добраться до ближайшего учебного заведения. Общественный транспорт не ходит, а до школы 9 километров. Здесь, наверное, самое место для фразы «А вот наши деды по тайге!» Но не волнуйтесь, организаторы «Флэшмоба» и такие комментарии получили. Видео тут же разлетелось по сети. Предприимчивые журналисты и блогеры. Ой, да ладно вам! Тоже не остались в стороне. И общественность отреагировала практически единодушно. Дайте детям школу. И их можно понять. Родители уже давным-давно пытаются хоть до кого-то достучаться. А вот сыны не там. 18 километров в день. Длинненький такой возик. Но всегда нужно понимать, есть общество. А еще, как пел Валерий Меладзе, есть девушки из высшего общества. И вот им подобные надписи на снегу совершенно не понравились. Ну не надо было мутить воду. Все будет, все построят. Надо только подождать. Правда, школу, точнее целых две, должны были построить аж, внимание, 25 лет назад. Теперь в оклашке уже моего возраста. Естественно, официальные лица инициативу родителей не оценили. Это же вовлечение детей в какие-то акции. Просто представьте, чтобы выразить свою позицию, взрослые используют детей. И вот мы уже на очень тонком льду. Детей выстраивают в форме каких-то надписей. Да где это видано? В 21-м году. В 22-м практически у каждой школы. Тут же отреагировала полиция. Пресс-секретарь президента Татарстана. Помощник прокурора. Неприемлемо вовлекать детей в подобные акции. Нужна правовая оценка действий родителей. 25 лет у детей нет школы. Проверим родителей. Прошел всего лишь год. И в социальных сетях школы и колледжей, как грибы после дождя, появляются фотографии детей, выстроенных в форме всем известных букв. И ничего. Ни проверок, ни возмущений. Но правда возникает вполне логичный вопрос. А в чем разница? Может быть просто кириллица в Татарстане официальные лица не устроила? С латинскими буквами очевидно проблем нет. Надо было родителям и школьникам слово school выстраивать. Хотя, с другой стороны, недавно студенты из Питера, Путин, мой президент, писали. И никаких претензий. Только меня отсутствие-возмутило. Но я про это уже в Телеграме писал. Значит, язык послания ни при чем. Убираем. Остается только вариант, что если акция спущена сверху и свидетельствует, что дети всем довольны и шагают дружно в ряд, это ок. А вот если кто-то посмел о проблемах заговорить, то тут уже вовлечение и прокуратура. В общем, вы не понимаете, это другое. А вот, что я отлично понимаю, так это то, что самые замечательные зрители моего канала поддерживают меня на бусте. Это, кстати, топовые товарищи. И за это получают мою огромную благодарность, ранний доступ к роликам и записи стримов. Спасибо, друзья. Ваша поддержка очень важна. В этой жизни я больше всего боюсь трех вещей. Ядерной войны, комочков манной каши и Васи из Сахалина. Что еще за Васи, спросите вы? Надо смотреть мои ролики, отвечу я. В 2019 году я рассказал потрясающую историю из Сахалина, когда весь второй класс был вынужден уйти на домашнее обучение. Почему? Потому что Вася дрался, матерился, мочился в классе и демонстрировал взрослым и сверстникам свои половые органы. Бинго! Школа, само собой, никак не могла повлиять на ученика. Учитель, наверное, просто слабенький. Да, педагога тоже обвиняли. Мама на все замечания реагировала. Это мой сыночка Корзиночка, а вы все врете. Знакомо, не правда ли? Администрация разводила руками. Перевести ребенка на индивидуальное обучение нельзя. Мама против. Отчислить из школы невозможно. Вася нет 15 лет. Полиция? А что полиция? Мама воспитанием занимается. Департамент образования? Можно я просто зачитаю? Учителю даны рекомендации о том, как с ним общаться. Принимаются профилактические меры. Разрабатывается индивидуальный подход и ищутся методы формирования дружного класса. Эх, вот бы всем учителям так помогали. Дети масса возвращаются в слезах из школы, а тут оказывается дружный класс сформируют. Родители рассказывают, что две недели назад эта учительница вновь предприняла попытку уволиться. И только в результате долгих уговоров осталось. Теперь она вынуждена снимать каждый урок на камеру GoPro, потому что мать мальчика угрожает ей. Ребенок физически опасен для окружающих, но сделать с ним ничего нельзя. Этот момент будет очень важен для сегодняшнего рассказа. Держите его в памяти. Только огласка в сети и перевод всего класса на домашнее обучение заставил маму перевести сына на индивидуалку. И на этом моменте то мое видео закончилось. История подошла к счастливому завершению. Ага, конечно. Уже в следующем сентябре Вася, как ни в чем не бывало, вернулся в класс. И буквально на второй день учебы попытался задушить одноклассника. Красота. Опять учительница недоглядела. Перепуганные родители, отлично понимающие, что кроме огласки у них ничего нет, вышли на пикет со своими детьми. Опять шумиха в сети, многочисленные журналисты. И Васю все-таки переводят на домашнее обучение. Снова. А родителей вызывают в суд. Родителей не Васи. Надеюсь, вы понимаете. Согласно решению суда, одну из активисток признали виновной в нарушении правил проведения пикетов. И оштрафовали на 30 тысяч рублей за вовлечение в публичные акции несовершеннолетних. Вот так. Пока Вася терроризировал весь класс, все разводили руками. Мама занимается воспитанием. Ищите педагогический подход. Детям дали в руки плакаты. Вовлечение в публичные акции несовершеннолетних. Как-то это решение суда не очень хорошо состарилось. 2022 год. Уже дошкольников выстраивают у садиков. Вручают им в руки транспаранты, плакаты. И ничего. Никаких акций. Просто дети из ясельной группы настолько свою страну любят, что сами решили постоять и пофотографироваться. Очевидно же. И вот когда мы вооружены всей этой информацией, можно перейти к рассказу о самой опасной пятикласснице в России. Сахалинский Вася даже рядом не валялся. Тут будет все. И полиция, и администрация, и нерадивая мать, и адвокаты. Началось все месяц назад. 5 октября. В московском районе Некрасовка 5 октября в день учителя в отдел полиции доставили 10-летнюю девочку после жалобы директора школы, в которой она училась. Если даже попытки задушить одноклассников для Вася не закончились в полиции, это же просто детки играют. То что же здесь-то было? Можно предположить, что здесь речь идет как минимум о массовой потасовке с применением оружия. Инспектор по делам несовершеннолетних интересовалась у пятиклассницы, кем работает ее мама, как проводят досуг в семье. Когда в отдел приехала мама девочки, сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом изучили переписки в телефоне женщины. Центр по борьбе с экстремизмом. Я думаю, вы уже поняли, чем здесь пахнет. Три часа беседы, протокол, а затем сотрудники... Подождите, здесь целый список. Полиции, Центра Э, опеки, Центра Гармония отправились проверять дом женщины. А квартиру Вася кто-нибудь проверял? Вы, наверное, уже подумали, что там произошло что-нибудь страшное. Но нет, всего лишь часовой обыск и проверка переписок в телефоне и компьютере. Отделались легким испугом. И вот теперь, наверное, можно и узнать, в чем экстремизм-то. 29 сентября директор школы, в которой учится девочка, направила обращение к начальнику ОМВД Панекрасовки с просьбой повлиять на воспитательную позицию матери. Неужто нетрадиционные ценности? Директор считала, что мать якобы воздействовала на дочь убежденностью собственных политических взглядов. А родители не имеют права в нашей стране воздействовать на ребенка убежденностью своих взглядов? Не сомневаюсь, что директор писала жалобы на всех родителей, что крестили детей в младенчестве и воспитывали их по заветам православной веры. А, это опять другое. Только политические взгляды нельзя навязывать. Но если они совпадают со взглядами директрисы Соловьева, то можно. Воспитание это так сложно. Мать не поощряла участие дочери в обсуждении межнациональных и политических вопросов в детском коллективе. А что там про политику в школе еще совсем недавно говорили? То есть старшеклассник оппозиционных взглядов это караул. Не лезьте к нашим детям, изверги! А обсуждение политики с пятиклассниками по методичкам нормалек. Как же все запутано. По данным юриста Николая Бобринского, 30 сентября директор также написал обращение в районную комиссию по делам несовершеннолетних. В нем говорится, что руководству школы поступила записка от классной руководительницы девочки о пропусках разговоров о важном с разрешением мамы и об аватарке со святой Джавелиной. Ну что, шутки про в полицию из аватарки в ВК уже не кажутся шутками. Девочка рассказала сотрудникам, что она нашла картинку в интернете. И она ей просто понравилась. Ага, понравилась. На разговоры о важном не ходим, экстремистские изображения размещаем. Я же говорил, что Вася ангел. Кроме того, в документе говорится, что родители одноклассников девочки прислали руководству школы скриншот и переписки в детском чате, где пятиклассница якобы устраивала голосование на тему отношения к специальной военной операции. Расстрелять и мать, и дочь. Сначала директор хочет, чтобы пятиклассники обсуждали политические вопросы, а когда ученики начинают их обсуждать, тебя в полицию отправляют. Все еще сложно, все еще непонятно. У меня сложилось впечатление, что в данном случае спусковым крючком стала неадекватной реакцией директора школы на жалобу на ребенка. Вместо того, чтобы разобраться в достоверности жалобы и обсудить ее с мамой, директор спихнула проблему на правоохранительные органы и спровоцировала визит полиции в школу, предполагает юрист. Там ребенок всю школу в страхе держит. Ну, что поделаешь. А вот здесь вот аватарка не та. Выслать наряд! 25 октября семью вызвали на комиссию по делам несовершеннолетних. Наконец-то окружающие смогут спать спокойно. Что ж комиссия решила? Пятиклассница с начала учебного года не посещала разговоры о важном, а ее мама уклонялась от исполнения обязанностей по психическому, духовному и нравственному развитию своей дочери. Из-за этого у девочки отсутствует знание родной истории, ориентация в политической ситуации в стране и мире, целостное восприятие сложностей современного устройства миропорядка. Вот так. Пропустил разговоры о важном и усё. Потерял ориентацию в политической ситуации. А меня еще спрашивают, зачем я обзоры на эти занятия снимаю. О вашей же ориентации забочусь. Современное устройство миропорядка такое сложное, но российским учителям достаточно одного урока в неделю, чтобы все разложить по полочкам. Кстати, мама утверждает, что дочь пропустила намного больше уроков математики, чем разговоров. Но камон, кому сейчас нужна математика? В качестве подтверждения приводится аватарка девочки в соцсетях. Изображение представляет собой патриотический акт для Украины, поскольку противотанковые установки дживелин являются символом сопротивления в специальной военной операции, считает комиссия. А мы считаем, что деятельность опасной преступницы была остановлена в зародыше. Ура директору и всем остальным участникам. Тоже ура. А вот матери, адвокату и пятикласснице позор. Позорище. Мать девочки признали виновной в неисполнении родительских обязанностей. Ей вынесли предупреждение, говорит Бобринский. Кроме того, семья должна проходить социальное сопровождение в семейном центре «Гармония». Как рассказал юрист, комиссия поручила этому центру разработать план индивидуально-профилактической работы с семьей. Интересно, что имеется в виду? Просмотр выступлений Путина и чтение телеграммы Медведева с выражением. Это кучка безумных нацистов-наркоманов, одурманены и запуганный ими народ и большая стая лающих собак из западной псарни. С ними разномастная сфора крюкающих подсвинков и недалеких обывателей из распавшейся западной империи, состекающей по подбородку от вырождения слюной. Сразу же мозги на место встали. Похоже, устарели не только мои ролики, но и будни учителя. В книге я утверждал, что у школы сейчас фактически нет рычагов воздействия на семью. Ничего не знаю, дома он паинька, ищите педагогический подход, вы профессионалы. Сейчас же ребенка можно аж в полицию отправить, если он не посещает самые важные разговоры. Красота! Надеюсь, теперь москвичи будут спокойно ходить по улицам города. Все же понимание, что опасный преступник был остановлен, придает душевных сил. Друзья, если вы хотите поддержать меня, то обязательно поставьте лайк этому видео, так оно наберет больше просмотров. Кроме того, не забывайте про мой телеграм, там интересно, и все новости образования появляются раньше. Если готовы материально поддержать развитие моего канала, то ссылка на бусте будет в описании. Ну а я встречусь с вами уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и держитесь! Субтитры сделал DimaTorzok